Мир у нас будет связан со знаменитой особой, о которой вы, конечно же, все слышали. Это, в общем, икона мировой парфюмерной и не только парфюмерной индустрии. Это Коко Шанел, конечно. Коко Шанел, та самая, которая, автор знаменитых духов, Шанель номер пять и не только их. Тот же другой автор был, русский, по-моему. Это мы сейчас выясним. Но лавры достались ей. Нет, она принимала участие в выборе, все-таки сказать, что она совсем украла нельзя. Это не так. Коллеги, мы в прошлый раз писали, кому стоит заниматься адрологией профессионально. Там что-то такое в натальной карте должно быть. Венера в Альве. Нет, Венера в Альве ведь неэссенциальная. Она там ни во владении, ни в падении. Но как раз для этой темы Венера в Альве, она самая лучшая. А еще что важно? Пятый дом. И вот смотрите, скромное перечисление заслуг Коко Шанель, кстати, она не Коко, она Габриэль. А Коко это прозвище, которое ей дали в Кабаре, где она по молодости лет пела. Ну, ей понравилось, как-то закрепилось Коко Шанел, и она такой вошла в историю. Французский модельер, которая создала силуэт женщины 20 века, помимо духов, она создавала неповторимый стиль, сняла с женщин корсет. То есть до этого женщины, как средневековые рыцари, ходили в корсетах не вздохнуть, не извиняюсь, еще что-нибудь сделать. Да, прямо каторга какая-то. И это вот надо было каждое утро, как в эти влаты, вериги, вот это вот шнуроваться, себя замуровывать в этих корсетах. Потом его надо было разбирать. Она сказала, корсет убираем, все снимаем, пусть тело дышит, никаких корсетов, освобождаем тело. И у нее был такой метод. Она в своем этом ателье, ну у нее работали модистки, портнихи по ее заказам. Она приходила, и у нее были ножницы, и она подбегала к модели, и говорила, опять удлинили. Ну, те были еще не так революционно настроены. Она подбегала и прямо отрезала то тут, то тут, ну чтобы больше оголилось тело. А тогда это было очень-очень непривычно. Правда, сейчас стадия обратная. Сейчас тело оголилось уже настолько, что пора, да, наверное, как-то возвращаться к прошлым эталонам. Ну, коллеги, все по спирали. Давайте посмотрим, почему я вам о ней рассказываю, и почему вот этот парфюм имел такую славу и продолжает иметь. И это очень дорогой бренд. Но начнем с натальной карты модельера. Она известна, и пусть кто-то удивляется, но не мы с вами. Какого Шанел обладательница, как и положено людям, достигающим успеха в подобном деле, Венеры во Льве. Так что из песни слов не выкинешь. В тот раз была Венера во Льве, сегодня Венера во Льве. Она обладательница Венеры во Льве, и у нее шикарная Венера, еще и потому, что она в восьмом доме. Что насчет денег? Венера во Льве и в восьмом доме. Да, куча денег. Она и недалеко с солнца, она умела вступать в отношения с мужчинами, которые оказывались ее мощными спонсорами, позволявшими ей осуществлять свои проекты. Это благодаря Венере во Льве и в восьмом доме. А начинала она, как я уже сказал, певичкой кабаре, а многие подумают, что вообще-то вот эти вот певички в кабаре, в кабаках, это как-то недалеко от вообще, ну, такой профессии, ну, более древней. А ничего необычного. Возьмите на заметку. Венера в восьмом доме. Венера в восьмом доме всегда имеет отношение, так или иначе, к этой теме, древнейшей. Я не говорю, что она ею была, у нас нет таких данных, но то, кем она была в юности, оно недалеко было от того самого. И если у мужчины Венера в восьмом доме, он, конечно, будет отказываться, что он посещал, пользовался услугами, но думаю, что это где-то так. Непонятно. Вот, поэтому... Ну, а она не стеснялась. Естественно, она никакой не была такой вот в понимании уличном. Нет, но богатые любовники, которые щедро спонсировали ее проекты, благодаря чему она вышла в такой дорогой мировой бренд, это оно, это Венера и солнце. Венера и солнце во льве в восьмом доме. Что не умаляет ее таланта. Но, это к вопросу о том, что талант талантом, а первоначальный капитал-то нужен таланту любому. Без этого ничего не будет. Нужны магазин, мастерская, работников нанять. Ну, как бы, все это же нужно делать за чей-то счет. Тем более, то, что касается одежды, ерунда по вложениям по сравнению вот с этим. Вот эта история, тут без больших денег не войти точно, потому что все, как вы понимаете, сырье безумно дорогое, а тем более, что когда делают, создают духи, вот это все уничтожается литрами, но не нарочно, а такой, ну, процесс технологический. Это мы там по капельке, а те-то там льют, льют все это сотнями тысяч в никуда, потому что надо вылить сотни тысяч, прежде чем что-то путное появится. В общем, нужны богатые люди. Эти богатые люди были, и вот такой вот у нее интересный гороскоп. Еще здесь интересно все, что у нее такое тоже нечасто бывает. Большинство планет в правой полусфере. Это про то, что она, молодость на черновик, она вообще не любила об этом вспоминать. Она в детстве была в приюте. Откуда она в бар попала певичей? Она провела детство вообще, то есть она, ну, как детдомовка, ну, практически она. А? Как детдомовка. Да, она детдомовская. Она поэтому очень не любила про детство и юность вспоминать. А вы помните правила, у кого слева планет нет и все справа, там как-то детство, юность, до 30 все как-то закрыто, а все хорошее начинается после 30 лет. Вот это ее как раз случай, поэтому про молодость она предпочитала не распространяться, вот, а была тем, кем была. Так вот, вернемся, вернемся теперь к истории этого парфюма. Венера в восьмом доме дала ей понять очень важное, что хороший парфюм, он должен сочетать в себе две планеты, и Венеру, и Юпитер. Потому что поговорка с милым рай и в шалаше, это не для Франции. Франция страна первого мира, аренда даже крохотулечной квартирки в Париже, где нет кухни. Я бывал в таких квартирах, в гостях, где входишь, мы-то привыкли с вами, мы еще кочевряжемся, живем в однушке, да наша однушка дворец. По сравнению с квартирами в центре Парижа, у вас и прихожая, и коридор, и даже часто вот эта темная комнатка, балкон, да это хоромы, санузел разделен, а там так, вошел, и сразу все. То есть нет ни приход, ничего. Одна комната, там в уголке типа кухни, но это как часть стены, и закуток, где туалет и душ, но совмещенные. То есть, ну может быть, чтобы сразу одновременно принимать обе процедуры, но туалет откидной, то есть, чтобы принять душ, это надо, да, а если туалет, то душ как-то только, если одновременно. Ну короче говоря, к чему я это? Богатство нужно притягивать. Коко Шанель, наученная опытом детдомовской жизни и юности в кабаре, говорила, любовь это хорошо, но в Париже с милым рай в шалаше не будет. Так я не договорил, даже такая убогая квартирка в центре Парижа, аренда ее, стоит баснословных денег. Ну, страна первого мира, что мы хотим. Так вот, коллеги, Шанель номер пять воплотила в себе и Венеру, и Юпитер. Аромат богатства. А конкретно, скажу, что это такое, Шанель, тайна этих духов в том, что они пахнут долларами. Об этом не говорится в открытую, в прямую, но они пахнут американскими долларами, вот самой вот этой вот банкнотой. Банкнотой кто-нибудь когда-нибудь, ну, особенно, если доллары не старые, которые уже ничем не по... А вот как-то новые купюры, купюры издают запах. Вот если вы ощущали какой-то... Он очень специфический, этот запах. Не скажу, что приятный, но он есть. Он входит в Шанель номер пять. И посыл был такой. Создать аромат любви, а вместе с ним и притяжение богатства. Но смотрите, как она пользовалась мужчинами. Дело в том, что тогда, в период создания этого парфюма, Коко Шанель активно сотрудничала с русским парфюмером по имени Эрнест Бо. Ну, он известен как Эрнест Бо, так-то он наверняка какой-нибудь там Бочкарев или Боков, но скрывшись от красного коня, красного коня, который как-то к парфюмерии, красный конь был не очень поначалу, поначалу не очень, Эрнест Бо после революции осел в Париже и Коко Шанель взяла его как бы своим подмастерьем. то есть, она давала ему задание и говорила делать то-то-то-то. и по ее заданию он набодяжил и поместил это все в пробирках. И получилось, что она одобрила пробирку номер пять. То есть, возникновение вот это Шанель номер пять, это был такой просто случай, что то, что было в пятой пробирке, ей понравилось. А Шанель номер один, которая не продается, это в чистом виде запах свежеотпечатанных американских долларов. То есть, оно было везде, но по-разному пахло, и она одобрила именно то, что Шанель номер пять, где ну не так явно пахло долларом, а Шанель номер один, между прочим, другое, где делается. Только он так не называется, это вот именно то, что вот этот запах, который создает в мозге определенную волну. Вот она, это туалетная, но это не духи, а туалетная вода, это туалетная вода, которая прямо на этикетке нарисован символ американского доллара, S с двумя вертикальными, это Шанель номер один, просто оно не называется Шанель, но это по составу и есть Шанель номер один, то есть запах, запах источаемый долларами, он же запах богатства. А в Шанель номер пять он есть, но только он в разбавленном виде. Поэтому Шанель номер пять это одновременно аромат любви и одновременно аромат богатства. И сразу хочется вспомнить древнеримского императора Веспасиана, который обложил нужники клозеты Рима данью, а когда его спросили удобно ли собирать деньги с туалетов, он произнес историческую фразу, что деньги не пахнут, так в продолжение, а как Шанель сказал бы пахнут, еще как пахнут Шанель номер пять или Шанель номер один, то есть там, где прям концентрированный запах, и вот это благодаря русскому парфюмеру Эрнесту из России, так что и Эрнеста она использовала, но не как любовника, а как ценного сотрудника, а ведь по идее-то набодяжил-то он, то есть по идее-то он автор этого дорогущего знаменитого парфюма, но она любвица была, и поэтому все было в ее власти, в ее власти, так что теперь вы знаете секрет Шанель номер пять, ну а сейчас, причем Шанель номер пять не гнушаются рекламировать звезды мировой величины, они получают за это большие гонорары, но это как бы уже работает, работает сам парфюм. Два слова о логотипе Шанель, все думали всегда, что вот эти две буквы Си, это от Коко Си, Шанель, ну то есть, что это первые две буквы ее имени, оказалось нет, оказалось, что вот этот логотип, это не две буквы имени, оказалось, что она в детстве видела вот этот символ в храме, который, куда водили деток из детского дома, из приюта, и ей запомнилось, а вообще-то это логотип Екатерины Медичи, то есть, это логотип Екатерины Медичи, и он был в храме, куда детдомовских водили, и она с детства, молясь Богу, видела вот этот символ, и себе в детстве львица дала наказ, что я вот, ну как бы вырвусь из этого, я выбьюсь в люди, я не буду вот прозябать, она себе как бы дала такое вот слово, и ей молилась Богу девочкой, и ей врезалась в память вот эта вот штука, и эту штуку, ну только, конечно, немножко ее под изменив, стилизовав, она использовала как логотип шаны, а то, что две буквы совпали, так это как бы и к лучшему, и к лучшему еще, коллеги, ну а вот ее любовник, нам же нужно солнце, Артур, его звали Артур, это был богатейший французский аристократ, очень богатый, и на его деньги она открыла первый бутик, первое ателье, то есть это все было на деньги Артура, но она считала, что, а почему нет, а почему нет, тем более, что, как бы, он во всем доверял ее вкусу, ну в общем, коллеги, восьмой дом, восьмой дом рулит, а кстати, а ведь хорошо, что она за таких замуж не выходила, ведь солнце, восьмом доме, так бы она бы обдавела бы, а так все остались довольны, все живы, и никто не, да, и никого не надо хоронить, поэтому это тоже был мудрый поступок.